Секс-скандал в Великобритании набирает обороты. В непристойном поведении уличили министра обороны. Майкл Феллон признался, что позволил себе вольность в отношении журналистки и извинился за проступок. О чем речь знает Светлана Чернецкая, наш Субкор в Лондоне. Разоблачения продолжаются. Министр обороны Великобритании оказался самым высокопоставленным чиновником, уличенным в непристойном поведении. 65-летний сэр Майкл Феллон, обладатель рыцарского ордена и политик с огромным стажем. Он женат, воспитывает двоих детей. Инцидент, о котором стало известно прессе, произошел 15 лет назад на съезде консервативной партии. Во время ужина Феллон несколько раз попытался положить руку на колено журналистки Джулии Хартли-Брюер. Она попытки пресекла, а сейчас даже уверяет, совершенно не обиделась. Даже имени политика женщина не сообщала. Но его личность быстро установил таблоид Сан. Министру не осталось ничего другого, как признаться и извиниться. Возможно, в другое время над этой ситуацией только посмеялись бы. Но не сейчас, когда стало известно, что как минимум 36 депутатов парламента и членов правительства позволяют себе вольности с сотрудницами. Я подтверждаю, что правительство срочно занялось расследованием обвинений в ненадлежащем поведении политиков. Я прекрасно понимаю, что общество вполне обоснованно ждет от депутатов соблюдения самых высоких стандартов. Политике не может быть место домогательством, злоупотреблению и дурному поведению. Тайная очень быстро становится явным. Уже известны 4 имени из 36 в списке депутатов, которых следует остерегаться сотрудницам парламента. Под номером 4 бывший министр труда Стивен Крабб, он отправлял неприличные сообщения 19-летней девушке после собеседования на должность помощницы. А под номером 7 замминистра торговли Марк Гарньер. Он просил помощницу покупать секс-игрушки. Еще два депутата уличены в романах с подчиненными намного младше их. В свете этих событий в парламенте решили создать специальную независимую комиссию, куда можно будет обращаться с обвинениями в сексуальных домогательствах. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.